8 февраля в России отмечают День науки. На протяжении всей истории учёные двигали прогресс человечества. Российская наука развивается семимильными шагами, и в тяжёлые времена пандемии именно благодаря труду людей науки в стране появилась первая вакцина от коронавируса. На сегодняшний день препарат от COVID-19 разрабатывают и учёные республики. Талантливых людей с безграничным количеством идей в Крыму много. В честь праздника в стенах Государственного Совета Крыма молодые и перспективные учёные республики традиционно получили гранты и премии на развитие своих проектов. Сегодня в научно-техническом секторе Республики Крым занято более 2000 наших земляков, в том числе 107 докторов наук, 304 кандидата наук, 122 молодых учёных. Поэтому среди безусловных приоритетов Крымского парламента находится поддержка перспективных исследований и талантливой молодёжи. Государственный Совет Республики учредил 10 грантов в размере 111 тысяч рублей для молодых учёных до 35 лет. Кроме этого, за научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма также выдали 10 наград. Все талантливые молодые люди получили премию по 38 тысяч рублей. За научную деятельность власти вручили премии не только учёным, но и студентам, а также преподавателям, благодаря которым в Республике растёт талантливое молодое поколение. В прошлом году мы организовали новое направление студенческой работы, научной работы у нас на территории Республики. Мы провели первую научно-практическую конференцию «Модель ООН в Крыму», которая в игровой форме моделирует работу основных органов ООН. И мы вместе со студентами обсуждаем самые актуальные, насущные проблемы, которые волнуют представителей разных государств в мире. В этом году проходит уже вторая научная конференция «Модель ООН». С недавних пор помимо студентов в работе проекта участвуют школьники старших классов. Для преподавателя премия Госсовета – моральная оценка за проделанный труд в условиях пандемии и дистанционного обучения, а также стимул развиваться дальше. От достижений молодого поколения и талантливых учёных зависит будущее страны. Татьяна Опалева, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.